Добрый день, уважаемые зрители, и добро пожаловать на канал Hobby Home Electronics. В сегодняшнем видео я продемонстрирую вам обзор сенсорной кнопки на основе микросхемы TTP-223BA6. Сенсорную кнопку можно заказать и купить на китайском сайте Алиэкспресс. Заказ можно оформить как в одном экземпляре, так и целым комплектом, состоящим из пяти сенсорных кнопок и более. На одной стороне печатной платы сенсорной кнопки установлены радиокомпоненты, а на другой стороне расположена сенсорная металлизированная область 10х10 мм с надписью TACH. Далее рассмотрим технические характеристики сенсорной кнопки. Рабочее напряжение от 2 до 5,5 В. Время отклика в активном режиме 60 мс. Максимальное расстояние срабатывания до 5 мм. Время отклика в режиме пониженного энергопотребления 220 мс. Размер печатной платы 15 мм по длине, 11 мм по ширине и толщиной 1 мм. Сенсорная кнопка выполнена на базе микросхемы TTP223BH6 в виде бескорпусной платы на имкостном принципе и может работать в режиме с фиксацией и без фиксацией включения. Реагирует как на прямое прикосновение к плате, так и через диэлектрическую прослойку, например, стекло или пластик толщиной до 5 мм. На плате имеются две перемычки для настройки режимов выхода. Перемычка А отвечает за низкий или высокий уровень на выходе при подаче питания, а перемычка Б отвечает за фиксацию включения или выключения. На принципиальной схеме видно, что перемычка А – это четвертый контакт микросхемы, перемычка Б – это шестой контакт. А выходом является первый контакт микросхемы, обозначаемый буквой Q. Чувствительность сенсорной кнопки можно изменять с помощью конденсатора C3 в диапазоне от 0 до 50 пикофарад. Когда конденсатор отсутствует на печатной плате, чувствительность максимальная, а когда конденсатор установлен с номиналом 50 пикофарад, чувствительность имеет минимальное значение. Также чувствительность можно повысить, увеличив размер контактной площадки сенсора. Далее рассмотрим таблицу с режимами работы сенсорной кнопки. В первом варианте перемычка А и Б разомкнуты. При касании сенсора на выходе получается активный высокий уровень. Во втором варианте перемычка А замкнута, а перемычка Б разомкнута. При касании сенсора на выходе получается активный низкий уровень. В третьем варианте перемычка А разомкнута, а перемычка Б замкнута. Сенсор работает в режиме триггера, при подаче питания на выходе получается низкий уровень. В четвертом варианте перемычка А и Б замкнуты, сенсор работает в режиме триггера, при подаче питания на выходе получается высокий уровень. На макетной плате были установлены 4 сенсорные кнопки. Для демонстрации их работы каждому отдельному выходу в качестве нагрузки подсоединен 5-миллиметровый светодиод. После подключения питания нужно подождать несколько секунд, чтобы сенсорные кнопки могли откалиброваться. Первый сенсор работает как переключатель. Перемычка А разомкнута, а перемычка Б замкнута. После подачи питания в исходном состоянии на выходе устанавливается низкий уровень, а при касании на выходе появляется высокий уровень с фиксацией. Второй сенсор также работает как переключатель. Перемычка А и Б замкнуты. После подачи питания в исходном состоянии на выходе устанавливается высокий уровень, а при касании на выходе появляется низкий уровень с фиксацией. Третий сенсор работает как кнопка. Перемычка А и Б разомкнута. После подачи питания в исходном состоянии на выходе устанавливается низкий уровень, а при касании на выходе появляется высокий уровень. Четвертый сенсор работает также как кнопка. Перемычка А замкнута, а перемычка Б разомкнута. После подачи питания в исходном состоянии на выходе устанавливается высокий уровень, а при касании на выходе появляется низкий уровень. Всю необходимую информацию для этого устройства вы найдете в описании под видео. Всем спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик. Делитесь с друзьями, дальше будет еще больше интересных видео.